Соревнования такого масштаба проводятся в Кировской области только во второй раз за всю историю вязкого дзюдо. В Кировочепецке прошло первенство Приволжского федерального округа среди команд. За медали и путевку на всероссийский старт боролись юноши и девушки до 15 лет. Кто стал лучшим и как выступили кировчане в сюжете Марины Крашениниковой. На татаме юноши и девушки не старше 15 лет. Несмотря на свой юный возраст выступают уже на важном и ответственном старте в командном первенстве Приволжского федерального округа. Для многих дзюдо не просто увлечение, с ним связаны планы на будущее, поэтому проиграть нельзя. Мне кажется, в конце схватки я почувствовала свою злость и этим у меня получилось выиграть у нее. На дзюдо и на тренировках я выкладываю свою душу, познаю больше и больше приемов. Я хочу этим заниматься и не могу это бросить. Мне кажется, это моя будущая карьера. Всего в первенстве подзюдо приняло участие 8 команд. Несмотря на то, что в сборной Кировской области представлены не все весовые категории, а из-за этого наших спортсменов изначально меньше, ребята сражаются достойно. Например, лидер нашей команды Тимофей Кощеев одержал две уверенные победы, даже получив травму. Команды Татарстана, Самарской области, они готовы на эти соревнования, они постоянно выступают в первенстве России, они привозят полные команды, ребята настроены, поэтому конкуренцию составлять им достаточно сложно, но мы пытаемся это делать. И на сегодняшний момент у нас это неплохо получается, ребята как бы стараются, борются. Первенство округа подзюдо на Вятской земле проводится только второй раз. В этом году соревнования были практически под угрозой срыва. Состоялись благодаря одному из крупнейших предприятий области. На сегодняшний момент в городе Кирово-Чепецке активное участие в организации проведения этих соревнований принял «Уралхим». При их серьезной поддержке, в общем-то, нам было легко проводить эти соревнования. Детям будут подарки, будут награждения, они поймут статус и значимость этих соревнований, останутся хорошие впечатления о городе. По итогам всех дисциплин первое и третье место у команд из Самарской области, серебро у спортсменов из Татарстана, а Кировская сборная стала пятой. Марина Крашенинникова, Даниил Кочкин, Бюро новостей Дайвича.